Закон Божий для детей. Новый Завет. Беседа о воплощении Сына Божия. Святитель Сильвестр в IV веке в беседе с саудеями о вере говорил, Бог, приведший все бытие, когда создал человека, увидел его склонившимся ко всякому злу, не презрел погибающего дела рук своих, но соблаговолил, чтобы Сын Его, пребывая нераздельно с Ним, ибо Бог находится везде, сошел к нам на землю. И так Он сошел и, родившись от Девы, стал под законом, да под законы искупить. А в том, что Он имел родиться от Девы, предсказал Божественный пророк Исаия. В таких словах, все Девы в очреве зачнят и родят сына, и нарекут ему имя Иммануил. Имя же это, как вы знаете, указывает на пришествие Божие к людям, и в переводе на греческий язык значит «с нами Бог». И так пророк задолго предсказал, что Бог родится от Девы. Для Бога нет ничего невозможного, но Дьявола должен был победить тот, кто был им прежде побежден. Им побежден был человек, человек, рожденный необычным порядком естества, но от семени, не от семени мужеского, но созданной из земли, и при том из земли чистой, непорочной, как Гева. Ибо она еще не была тогда проклята Богом, ее еще не склонила ни кровь убитого брата, ни умерщвления животных, так что она еще не заражена была отбеющими телами, не склонена какими-либо нечистыми и непотребными делами. Из такой земли была создана для нашего прародителя плоть, которая оживотворила Божественное Думовение. Но если всезлобный дьявол победил такого человека, то нужно было, чтобы и сам он, дьявол, был побежден таким же человеком, а таков и есть Господь наш Иисус Христос, рожденный не по обычаю и закону естества, но из чистой и святой девической утробы, подобно тому, как Адам произошел из незараженной грехом земли. И как Адам был оживлен дуновением Божественным, так и сей Иисус Христос воплотился под действием Духа Святаго, сошедшего на Пресвятую Деву, и стал совершенным Богом и совершенным человеком, во всем, кроме греха, имеющим два естества – Божеское и Человеческое. Мы в едином лице, и поэтому человеческая природа страдала за нас, а Божество оставалось бесстрастным. Для пояснения сказанного, Святой Сильвестер привел такой пример, когда дерево озаренное лучами солнца истекает, посекается топором, то с посекаемым деревом луч солнечный не посекается. Так и человечество Христовое, соединенное с Божеством, если и претерпело страдания, то эти страдания не коснулись Божества. В течение первых веков христианство иудейские книжники, называемые массоритами, то есть хранителями традиций, изъяли из всех синагог во всем мире все списки священных книг и заменили их собственными, переписанными строго точно и многократно, проверенными из буквы в букву самими массоретами. Степень неподвижности и неповрежденности массоретского текста изумительна, однако все же назвать эту неповрежденность абсолютно нельзя. Достигнута лишь неподвижность текста, но те ошибки, которые уже были к моменту реформы массоретов, не только не были исправлены, но наоборот оказались впечатленными их реформой, и некоторые же искажения были намеренно введены массоретами, чтобы уменьшить ясность пророческих предречений о Христе Спасителе. Из этих последних укажем прежде всего на знаменитое изменение массоретами 14 стиха 7 главы пророчества Исаиса «Дева во чреве приимет и родит сына». Знаю, что это место наиболее излюблено христианами и лучше всего свидетельствует о пронепорочном Рождестве нашего Господа массореты при проведении своей реформы во все еврейские тексты по всему миру поставили вместо слова Витула «Дева» слово «Альма» – молодая женщина. На это в свое время древние христианские апологеты резонно возразили еврейским толкователям всякое же знамение, о котором тут говорит пророк Исаия, было бы в рождении сына от молодой женщины, если это является повседневным обыкновением. В найденной несколько лет тому назад рукописи пророчества Исаии до Рождества Христова, как сообщает журнал «Тим» о стихе 14 главы стоит «Дева», а не молодая женщина. И сказано ясно, почему церковь еврейскому оригиналу в качестве авторитетнейшего текста священного писания предпочитает переводы «Септуагиты» и «Пешита», на которых первый имеет еще и то преимущество, что создан он был по вдохновению Духа Святаго с оформленным подвигом Ветхозаветной Церкви. «Септуагинта» при первым и самым проточным переводах к священному писанию был перевод всех книг Ветхого Совета с еврейского на греческие, сделанные семидесятью переводчиками, или как их называют толковниками, в третьем веке за 270 лет до Рождества Христова. Египетский царь Ктоломей Филадельф, желая иметь в своей библиотеке священные книги еврейского закона, поведал своему библиотекарю Дмитрию Филарию приобрести эти книги и сделать в них перевод на самый распространенный в то время греческий язык. По указанию царя отправлено было в Иерусалим к первосвященнику Элиазару, посольство с богатыми дарами, для хама с просьбой доставить в Александрию точный список священных еврейских книг и прислать способных людей для их перевода. Обрадованный первосвященник Элиазар с готовностью исполнил желание египетского царя, чтобы в таком видимом деле, в великом деле, приняла участие вся Викхозаветная Церковь. Простите, делаю ошибку, очень слабо напечатанный текст, мелко очень и бледно. Продолжаю дальше. Весь богоизбранный народ был установлен пост и усиленная молитва во всем народе. Были признаны все двенадцать колен Израилевых и повелено им было исправить по шесть человек переводчиков от каждого колена, чтобы они совместным трудом перевели священное писание на греческий язык. Выбранные переводчики, прибыв в Египет к царю, с любовью принялись за святое дело и благоуспешно окончили его в непродолжительное время. Так под воздействием Духа Святаго этот перевод явился кладом соборного подвига всей Ветхозаветной Церкви. Этот перевод был в употреблении во время земной жизни самого Господа Иисуса Христа. Этим переводом пользовались святые апостолы Христовы, святые отцы и вся первенствующая Церковь. Пиши-то книга «В первое веке и появился перевод священных книг на сирийский язык под названием Пиши-то», то есть простой, верный. Для православной Церкви эти два перевода стептуагинта и Пиши-то для рима-католиков еще перевод, сделанный святым иеронимом так называемой вульгата, общепотребительной, являются, безусловно, более авторитетными, чем современный еврейский подлинник. Чрезвычайно поучительное, что ближайшее изучение тех фактов евангельской истории, которые на первый взгляд кажутся почему-либо маловероятными и неправдоподобными, всегда оборачиваются в пользу евангелистов и лишний раз подтверждены точность сообщаемых ими событий. Несколько десятков лет тому назад свободная критика считала совершенно неправдоподобным рассказ святого евангелиста Луфе о том, как святой Осип с обрученными предчистыми девами отправлен из Галилеи, из города Назарета в Иудеи, в город Давидов, называемый Бифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, чтобы выполнить приказ о переписи произведенной в правлении Квитриния Сирию. В самом деле, по словам святого Луки выходит, что записываться надо было не по месту жительства, а по месту происхождения. Но это указывали свободные критики. Во-первых, просто невозможно. Вообразите, какой переполох и беспорядок должны произойти в стране, если все в одно и то же время будут покидать место своего обычного жительства для того, чтобы ехать в город, откуда происходили их предки. А во-вторых, противоречит положительному данным, которыми мы располагаем укоснительно римской переписи. известно, что римляне требовали записи по месту обычного жительства. На первый, более поверхностный взгляд представляется, что эти возражения в корне подрывают достоверность путешествования святого повествования святого луфи. Настолько они кажутся вескими. И однако, всякое возражение теряет свою вескость при встрече с бесспорно установленными фактами. И вот, недавно был открыт документ, относящийся к 103-104 годам по рождеству Христова правитель Египта Каи Вибия Максима. В этом приказе предписывается явиться на перепись, следуя совершенно тому порядку, который указан в Евангелии святого луфи. Ввиду переписи каждый должен прибыть туда, откуда происходит его род. А раз это так, то падает и соображение противоречия рассказа святого луфи с римскими порядками. Из указа Вибия Максима мы узнаем, что римляне приспособились к обычаям и порядкам покоренных стран. И в рассказе о порядке переписи святого лука оказался безукоризненным и точным свидетелем.